Би-22 Филмс ITN Studios и Би-22 Филмс представляют В главных ролях Райан Джонсон, Дарси Дойл, Эрик Хэнсон, Сьюзен Рак, Эштон Льюис и Тодд Гейбл Продюсер Тиффани Макдональд Автор сценария и режиссер Брэд Бентман Формы жизни Формы жизни Эй! Я не хотел пугать Ничего Ну, раз уж мы беседуем Часто приходишь? А ты? Только когда надо поразмыслить Так что довольно часто Уже страшно Да Наверное, я думаю о том, кто я такой и кем не могу быть Что это? Это Это такой Низкочастотный Бинарный передатчик Часть его Для работы Для работы? А ты кто, электрик, да? Ну, знаешь, ты почти угадала Да Нет Астронавт Мэтью Робин Астронавт, да? Тренируюсь И как успехи? В общем Хорошо Сфотографировать тебя? Что? Ну, снимок Да, ясно Я поняла Но зачем это? Чтобы вспомнить девушку мечты, когда проснусь Давай Так Готово? Боже Улыбнись Я надеюсь, в интернете их не будет? Нет, нет Я пришлю снимки Смотри Мы беседуем Ты как бы выпал из гнезда Чтобы парить высоко в ветрах Нужен знаток систем, умеющий импровизировать Работать с тем, что есть Долго? 17 лет Мы почти прибыли Почти 17 Понимаю Надо решать Хьюстон взъерошился Не понимаю Что неясно Вот так И все Почему ты Сейчас Отец почти долетел Ему просто чуть-чуть не хватило кислорода И ради этого Ты бросишь меня Нас Я исследователь Мне здесь как-то неуютно Я хочу знать, что мы не звездная пыль И что там не просто тьма А если мы Всего лишь пыль Мне страшно Я старалась Честно готовилась Тысячу раз пялилась в небо Думала Говорила Все в порядке Но нет Я всегда буду бояться Ты этого хочешь? Помнишь ресторан, в который мы ходили? Официантка не говорила по-английски Приносила не то, что мы заказывали Да Странное блюдо Мы их ели От одних тошнило Другие нравились Вблизи Умбры с тобой свяжутся И сразу погрузят в сон Ты окажешься в анабиозе И проснешься через семь лет Один год отводится на сбор всех данных Затем Опять анабиоз Но уже в режиме возвращения Так Семь лет туда и семь лет назад Странная арифметика Ну и еще два года на борту Есть спасательная шлюпка Справишься? Видел симулятор Выполняй задание Когда приземлишься Тобой займутся китайские коллеги Китайцы? 17 лет долгий срок Могут быть нештатные ситуации Мы хотим их предусмотреть Да, многовато неопределенностей В этой программе Что ж Гипотезы – это окна в новый мир Окна надо мыть Иначе они не будут пропускать свет Можно спросить? Ты этим занимаешься ради памяти Об отце? Есть другие обязанности И для человечества это важнее, чем Научные изыскания Земле мы не нужны Думаю, мы протянем еще пару-тройку поколений И все Конец Не хочется тратить на это остаток жизни Да Прекрасно Свет, звук Прямо сплошная гармония Знаешь Учебники истории перепишут Какие периоды? Все Какие Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 на землю? Да. И что? Нет ответа. Нет кого? Сообщить тебе о новом задании. Что? Новое задание? Спасательное. И кого мне спасать? Себя. Каков наш курс? Сколько осталось? Пять лет. Пять лет. Ясно. Маловато, чтобы вернуться. Миссия провалена. Компьютер. Входим в атмосферу и начинаем процесс заморозки для возвращения на землю. Повторяю, начать процесс 377-5 для семилетнего возвращения на землю. Прости, Мэтт. Не надо извиняться, делай свою работу. Это противоречит моим командам внутреннего доступа. Доступа? За все отвечаю я, снять ограничения. Внутренние команды нельзя отменить. Кто сказал? Старший офицер. Как самочувствие, Мэтт? Разве тебя это волнует? Анатомия человека занимает 2% моих ресурсов. 20% – это задачи полета. Остальное – человеческая психология. Зачем такая программа? Потому что самое опасное на борту корабля – это небольшой органический материал внутри твоего черепа. Да, но люди – это не программа, и мне не нужны сеансы психотерапии. Я просто хочу… хочу… выяснить, что происходит. Как самочувствие, Мэтт? Чёрт опять, какая разница? Эмоции рациональны. Программируемы. Ладно. Ладно. Кислорода хватит на 5 лет. Но я не могу починить корабельный компьютер, чтобы нормально войти в червоточину. Впрочем, это не важно, так как в червоточине никаких данных-то не собрать. Мало того, я вообще не могу вернуться домой. Так, первый вариант. Я задохнулся и сдох в этой же стянке. И второй. Я перенастроил криопакет 3-7-5 на 7 лет полёта к Земле и сдох в одиночестве во время сна. Но ты не один. Что? Есть я. Да, лучше сдохнуть. Знаешь, что ты увидишь перед смертью, Мэтт? Робин. Мэтт? Мэтт? Привет. Привет. Хорошо спала? Очень странные сны. Мэтт? Ладно, прости. Слушай, я спокойно относился к этим затерянным в космосе 4 года. Может, пора забыть о них? Мне снилось, что я волчица. Я поймала лису. Но есть не стала, а пустила лису охотиться. Она добывала мне еду, а потом вдруг попыталась сбежать. Куда сбежала лиса? Укусила меня. Укусила? Да. Как будто по-настоящему. На что похоже? На волчицу. Мне пора. Опаздываю. Буду к ужину. Редактор субтитров. О, это не моя межнарная слабая мезь. Помните меня? Мы встречались на Рауте, когда Мэтью взяли в этот проект. Вы тогда речь толкали, пели о космосе, о прекрасном. И даже больше. Звёзды – это деревья. Они живут и дышат. И все они смотрят на нас. Робин. Я посылала сообщения. Думала, они просто не доходят. Но ответа так и не было, и я решила... Что он просто не хочет мне отвечать. Наверное, я не была ему нужна. Неправда. Мэтью любил вас. Почему не вернулся? Не мог. Были причины. Например? Все было неверно просчитано. Мэтью, да и все прочие просто ничего не могли изменить. А что случилось? Червоточина закрылась. Корабль вылетел, но связь нарушилась, и Умбра не могла нас услышать. Он полетел туда, чтобы наладить связь. Ваш муж... Мой жених. Простите, жених. Мэтью был на Умбре неделю, а потом двинулся к Сатурну. Там была червоточина. Капсула была одна? Нет, запчастей было много. Правительство разрешило нам их использовать, и, разумеется, мы их взяли. Но этого было мало. А его отец? Он долетел до Юпитера, но назад вернуться не смог. То есть пропал? Уже семь, Робин. Есть шанс? Есть шанс, что он еще жив? Не знаю. В червоточине время течет медленнее. У нас год. У них десять. Точно мы не знаем. Кто ее закрыл? Что? Вы его отправили искать планету. Планету с водой и кислородом. Но это тупик. Вы развлекались? Ничего не могу вам ответить. Я только знаю, что Вселенная огромна, а мы в ней лишь песчинки. Мы очень многого не понимаем. Человечество для Вселенной практически ничто. Наши планеты – это всего лишь ясли. Что ж, будем в яслих, пока нас не выпустят. Говорят, вы обручились. Я собираюсь прожить свой век и умереть. Ясно? Думаю, он бы это одобрил. Я неحتаим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты хочешь узнать, что с червоточиной? Да, конечно. Червоточин нет в природе. Никто не знает, как и когда они возникают. Их кто-то создает, Мэтью. Если кто-то их открывает, то можно связаться с ним. Попросить его создать новую, чтобы вернуть меня домой. Возможно. Но как с ним связаться, если мы так мало знаем? В любом случае, нам стоит попытаться. Компьютер, поиск данных. Ищи необъяснимые электромагнитные отклонения. Есть сигнал. Хорошо, отлично. Так, если первая червоточина была радиоактивной, то как мы выживем во второй? Я не знаю. Хочешь, спрошу? Спросишь? Компьютер, ты на связи с ним? Да. Хочешь выйти со мной в космос? Да. Надо подучиться. Хочешь, спрошу, 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 спрошу. Хочешь, спрошу, 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 спрошу. Это я. Ты говорил, что я в любое время могу вызвать тебя. Вызываю. Ты меня не слышишь. Но я всё равно хочу говорить. Даже если не дождусь ответа. У меня есть друг. Его зовут Питер. Он врач. Хороший человек. Оптимист. И он любит людей. И... Я не могу забыть то, что ты сказал перед расставанием. Помню ресторан. И всё, что мы полюбили. Все глупые вещи. Но они обретают... ...новый смысл. Мы ошиблись. Мы просто... ...ничто. Мы космос. И сознание. Посредством жизни Вселенная... ...познаёт себя. Я скучаю. Я даю тебе уйти. Позволяй уйти. Как больно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, это двоичный код. Ты сможешь... Говорить со мной, пока меня нет. Как это? Он уже настроен на карту системы связи. Нажимай и говори. Сюда? Ну, там всего одна кнопка. Алло? Алло, включилась? Алло? Если соскучишься, включай... Пользуйся. А если не хочу? Что, говорить? Скучать. Я не хочу скучать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Проверить показатели здоровья? Да, конечно. Давай. Обезвоживание. Да, но с этим ничего не поделать. Компьютер, ответь мне, ты ещё на связи с тем, кто создал червоточину? Да. Ну? Нет ответа. Сказала, что времени мало? У него нет концепции времени. Тогда скажи, что это срочно. Он это поймёт? Он понимает всё. Да, всё кроме времени. Соедини меня напрямую. Соедини меня напрямую. Ты уверен, что хочешь этого? Да, уверен. Зачем спрашивать? Последствия. Последствия? 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 Что тебе сказали? Что сказали? Твой отец. И что с ним? Он здесь. Дэн? Папа. У меня есть вопросы. Он ушёл. Что? Что значит ушёл? Куда? Вижу, ты разочарован, Мэтт. Полжизни его не видел. Полжизни его не видел. Я нашёл ваш адрес. в записях, Мэтью. Мне нечего вам сказать. Вы слышали запись. Я это знаю. Их было две. Одна в офисе, вторая у вас. Есть определенная частота. Канал двоичного кода Умбры. Мэтт сделал это специально. Но червоточина закрылась. Я не думаю, что сигнал идет с Умбры. Он проходит сквозь нее. Двоичный код и узкий канал. Сквозь нее. Ну, как... Звуковые волны сквозь стены. При этом кое-что можно услышать без труда. Иногда. Мэтт хочет... Чтобы его услышали. Ладно. Как? Червоточина. Это врата в любую точку Вселенной. Думаю, Мэтью там. Верится с трудом. Мне тоже. Но я сумел раскодировать сообщения. Поначалу я принял это за шум пространства. Но программа интерпретировала двоичный код и стала постоянно выдавать слово «открыть». Вы ведь его слышали? Каждую ночь. Оно не выходит из головы. Я помню его, просыпаясь. И записываю. Каждую ночь. Это ваши сны? Только один. Открыть. Может, это приглашение? Если они создали червоточину, то они далеко опередили нас в развитии. Приглашение от кого? Ладно. Открыть. Что это? Ничто. Кто? Это координаты. Найдёте их? Не уверен. Червоточина не обязательно приведёт нас прямиком к Мэтью. Он может быть далеко. Мы просто наладили канал связи. Но червоточина близко. Можно долететь. Она не дальше Умбра. Попробуем выяснить. Я скажу честно. Возможно, мы всё же сумеем вернуть Мэтта домой. Понимаю, но... Мне нужно знать. Знать? Что? Что мы не пыль? Мэтт оставил это вам. Если с ним что-нибудь случится. Не мог отдать раньше. Ясно. Это письмо означает, что ваше ведомство списало его со счетов. Навсегда. Что ж, давайте пока что не будем его вскрывать. Не надо. Письмо. Пока. Пока. Не надо. Компьютер. Привет, Мэтт. Да, привет. Есть данные о сообщении? Мэтт? Нет, нет. Не надо увиливать. Давай, выкладывай. Ты ведь хочешь домой? Очень хочу. Даже если дом – это не дом? Что это значит? Есть другая червоточина. Где? Я скажу, если ты готов слушать. Слушать? Что слушать? Аудиофайл 56W-1. Червоточина не обязательно приведёт нас прямиком к Мэттью. Он может быть далеко. Мы просто наладили канал связи. Компьютер, что это? О чём он говорит? Нужно разрешение. Да, я разрешаю. Скажи, что происходит. Твой отец передал координаты в двоичном формате через Умбру. В форме сообщения. Кому передал? Робин. Зачем передал? Это были координаты второй червоточины. И где она? В трёхстах милях отсюда. Триста миль. Это… Компьютер, это просто чушь. Им до меня не добраться. Зачем сообщать? Закрыть. Закрыть? Закрыть. Что это значит? Что они могут не волноваться за тебя. Три сотни миль. Мы… Мы доберёмся до второй червоточины. Когда? Компьютер, ответь. Мы летим туда сейчас. Долго лететь? Шесть часов. Отдохни, Мэтт. Компьютер. Это вторая червоточина. Куда она ведёт? Скажи… Скажи, я смогу попасть домой? В другой дом. Компьютер. Убрать внутренние команды. Покажи записи моего отца. Один, два, три, четыре, пять, четыре, три, два, один. Взлёт. Системы работают нормально. Ясно, на борту всё в порядке. Выходите на расчётную орбиту. Приём. Вас понял конец. Ну, я не могу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА